Это был обычный летний день. Никто не мог себе представить, что он навсегда войдет в историю человечества и станет отправной точкой героического пути к великой победе над фашизмом. Трагическая дата, дата, которая известна тем, что в этот день началась Великая Отечественная война. В 4 утра фактически наши заставы приняли бой на рубежах Советского Союза. Первыми пали пограничники. Далее в ходе Великой Отечественной войны было немало жертв. В первых же сражениях количество убитых измерялось тысячами. За этими огромными цифрами теряется несоизмеримая цена одной человеческой жизни, одной жизни солдата, который защищал каждый бугорок родной земли, не ожидая наград и почестей, не зная, найдут ли его могилу. Того, кто сражался до последнего дыхания, стоял насмерть. Здесь у Тарасова проходили очень серьезные бои, линии фронта. Много было павших воинов. У нас здесь на кладбище есть большая братская могила, где захоронены и военнопленные. Говорят, что война не заканчивается, пока не будет захоронен последний солдат. И потому очень важно, что даже спустя почти три четверти века со всеми воинскими почестями, по христианской традиции, защитники Отечества были перезахоронены на белорусской земле. Мы будем помнить о тех погибших воинах, которых сегодня по всем правилам, воинским ритуалам придадим земле. В богослужении и церемонии перезахоронения останков двух воинов также приняли участие ветераны, представители Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, участники 9-го военно-патриотического спортивного слета православной молодежи Беларуси. Сегодня в нашем строю стоят ребята, которые были у нас в пограничном отряде на сборах, патриотический сбор проходил, и эти 120 человек присутствуют на этом мероприятии тоже вместе с нами в едином строю. Я даю, в первую очередь, думаю, дань уважения погибшим за меня и за всех моих близких солдатам. Всем, кто отдал жизнь, как говорится, за други свои. Сохранение памяти о павших героях продолжает православный военно-патриотический клуб «Пересвет», и уже в конце июля они отправятся в паломничество в Карелию, где покоится прах их земляка, капитана Юневича, чтобы привезти оттуда капсулу с землей и установить мемориальную доску. Пусть же вечная память о почивших, о их подвиге и забота о наших ветеранах, ныне здравствующих, и о наследии наших святых отцов, на русской земле просявших. Пусть это глубоко останется в нашем сердце до скончания жизни каждого из нас и до скончания века. Аминь. Информационный портал Собор Бай для телеканала «Союз». Спасибо. 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 Спасибо.